Есть одно событие, такое масштабное, которое действительно знаменует весь год, это переход Плутона в знак Водолея окончательный. И поэтому, конечно, мы переходим в совершенно в иную реальность. У нас готовили последние три года очень серьезно, поэтому я думаю, что многие с этим справятся и переживать по этому поводу не стоит. Конечно, те, кто родился в конце знака Козерога и начале Водолея, для них очень такое судьбоносное, трансформационное время, и нужно понимать, что трансформации неизбежны, и лучше все-таки быть готовыми к ним и принимать их с благодарностью, потому что то, в какую реальность мы вступаем, она будет не похожа. Последние 15 лет Плутон, который шел по Козерогу, он, по сути, обнушал нам, что успешный успех – это самое главное, что материальный успех, благополучие – это то, чем мы живем и что должно двигать нашей жизнью. Но когда Плутон перейдет в Водолей, у нас станут совершенно иные ценности. И это переоценка произойдет практически у каждого. Поэтому нам нужно будет учиться просто проявлять свою индивидуальность и при этом учиться жить в коллективе. Конечно, будут различные открытия в разных областях, потому что Водолей – это всегда взгляд на будущее, это всегда понимание того, что что-то мы можем создать прекрасное для будущих поколений. И вот на ближайшие 20 лет, вот там до 43-го года, Плутон будет шагать по Водолею. И то, как мы зайдем в этот период, и то, как мы выйдем, мы будем совершенно другим обществом. Не будет играть роль в нашей жизни, но это будет скорее инструментом. И самой главной валютой счастья будут уже не деньги, а именно та возможность, насколько мы можем себя позиционировать в мир и насколько мы можем управлять свою индивидуальность. На самом деле, в период, когда Плутон с Паводолеем, если хочешь выделиться, можно быть просто нормальным человеком. Пусть люди пытаются защитить как можно больше свою индивидуальность, свое стремление защитить свою свободу, проявлять свою свободу. И главное, чтобы это не выходило в несколько таких форм очень активной борьбы. Это с этим наверняка мы все-таки столкнемся, и каждый человек в своей жизни тоже это испытает. Но в следующем году нужно понимать, что Плутон перейдет в знак Водолея окончательно 19 ноября. До этого он еще перейдет один раз, чтобы показать нам, какую реальность он будет формировать. И в принципе, все эти люди, которые внимательно наблюдали за своей жизнью, к примеру, в мае этого года, могли уже столкнуться с ситуациями, которые Плутон в их жизни носил. Поэтому все, кто был внимательным, можно проанализировать, посмотреть. Если штормило, то это только начало. Соответственно, главная трансформация все еще перейдет.